Армяне доказывали присутствие иллюминатов. Иллюминатов. Телефонный разговор некоего Майка с неким ником. В Дании существуют бордели для зоофилов. Это, конечно, нечто. Ну, а статистик и фотоаналитик из Никиты Михалкова, конечно, как из говнопуля. Салют, друзья. Это дядя Тёма из уютнейшей хижины. И сейчас такой у нас будет сюжетик на основании материала, предоставленного Еврокомиссией для опубликования. У них там есть такой проект, называется EU, то есть Евросоюз versus VS, дезинфо, против дезинформации. И это, значит, какая-то эта контора в Брюсселе, наверное, располагается, а может, еще где-нибудь, которая отслеживает всевозможные случаи фейк-ньюс, дезинформации и так далее. И вот они опубликовали только что рейтинг. Рейтинг самых громких, самых позорных компаний по дезинформации. То есть, я помню, на MTV одно время назад была программка под названием «Шитпарад», да, «Говнопарад». Вот это вот такой вот говнопарад самых провальных пропагандистских усилий со стороны государств и их информационных рупоров. Значит, ну, не будем заниматься увлекательным каундауном, пойдем с первой позиции вниз. На первом месте это, естественно, история с Навальным. На самом деле история совершенно феерическая, но тут речь идет не о самом факте отравления. Тут как раз ничего нового. Травили, травят и травить будут российские спецслужбы всяких неугодных людей. Тут самое главное – это то, что последовало за этим самым отравлением, а именно все вот эти, как там было у Лермонтова, «и жалкий лепет оправдания судьбы совершился приговор». Значит, какие там были оправдания? Ну, оправдания, вы сами знаете, были все разные, все в разнобой, одно тупее другого. То есть, самый тупой, естественно, оказался сам Владимир Путин, который сказал, что это Навальный сам себя отравил. Но были там и версия американских спецслужб, и версия того, что это сделали немецкие спецслужбы через немецких врачей, и, естественно, все изначальные версии насчет того, что вообще никто его не травил. То ли он там как-то у него с обменом веществ что-то было неправильное, то ли диабет у него был, хотя никакого диабета у Навального не было. И надо было ему съесть конфету Рафаэлку, как сказала, как ее, в общем, хрен его знает, как, сами знаете, девица такая отвратная. Короче говоря, а, да, еще, естественно, Мария Певчих его тоже должна была отравить. В общем, полный хаос этих самых версий оправдательных, полное дилетантство и тупость, что, в общем-то, вообще для путинского режима очень и очень характерно. Прямо скажем, на втором месте это всевозможные фейки и дезинформация на тему коронавируса. То есть, ну, с одной стороны, разумеется, это вся эта лживая статистика, что у нас все хорошо, а за границей все плохо. Но в первую очередь, это, конечно, самое такое было подлое, это всяческие инсинуации, касающиеся вакцин, которые разрабатывались в разных странах. Ну, тут, естественно, вакцина «Спутник В», она и самая первая, и самая лучшая, и как «Спутник» в 57-м году. Вот, а западные вакцины все плохие, и люди мрут, и признаны они все, значит, какими-то недоброкачественными и так далее. Причем интересно, что поначалу утопили в первую очередь вакцину, которую разрабатывала англо-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Писали о том, какая это, на самом деле, ужасная вакцина, и что эксперименты там все проваливаются и так далее. Потом эти же самые люди, AstraZeneca с Оксфордом, они там каким-то образом объединились с Российским институтом имени Гамалеи. Вот, после этого, наоборот, именно эту вакцину у нас стали всячески пропагандировать и говорить, какая, значит, она хорошая и не подлежит никакой критике. В общем, все шито белыми нитками. Удивительно, кстати, сколько было этих публикаций, тут приводится в этом хит-параде такая цифра 700. 700 публикаций, вот все, значит, по поводу того, какие вредоносные эти заграничные буржуйские вакцины. На третьем месте у них стоит лауреат премии «Оскар», кинорежиссер российский, советский Никита Михалков. Никита Михалков, который, значит, стал разбирать белорусские фотосъемки с митингов и говорить, что это все, значит, врут насчет того, что там десятки и сотни тысяч человек, что он знает там, как все делается. С одной стороны фотошоп, с другой стороны, вот, в общем, короче говоря, и народу там нет, а может быть и вообще все это фотошоп. На самом деле никого фотошопа там не было, вот, и нетрудно установить людям, конечно, ну, которые не лауреаты премии «Оскар», вот, но зато специалисты в этих делах очень легко все это дело проверить и установить, сколько там на самом деле было народу. Ну, а статистик и фотоаналитик из Никиты Михалкова, конечно, как из говнопуля. Следующее, четвертое место, опять же, связано с Республикой Беларусь, но это уже фейк белорусского производства. А именно знаменитый, представленный и обнародованный телефонный разговор некоего Майка с неким ником, который, значит, цитировал Александр Лукашенко и который, значит, транслировался там по всяким каналам, в первую очередь в Беларуси. В России, кстати, даже этот разговор так не особо педалировали, потому что он настолько бездарно сделан, вот, что, в общем-то, таким чуточку более профессиональным этим фейкером с российских телерадиоканалов. Им, по-видимому, было просто не очень удобно за такую отвратительную топорную работу белорусских недоспециалистов, что они даже, ну, как бы по периферии этот сюжет спустили, а так им было не очень удобно, конечно, это все выдавать на первую полосу. Да, это вот разговор, где Лукашенко называют «крепким орешком», разумеется. На пятом месте Владимир Соловьев, но он там вообще много где фигурирует, но в данном случае сюжет из Нагорного Карабаха, где показываются какие-то батальные Азербайджана армянские сцены. И заметили просто специалисты, что, оказывается, это никакие не документальные съемки, не армянские, не азербайджанские, не российские, а что это просто-напросто фрагменты компьютерной видеоигры под названием «Арма-3». Причем, по-видимому, эта игра «Арма-3», она очень популярна вообще в России в определенных кругах, потому что уже второй раз вот фейковым образом использовали игру «Арма-3». Первый раз это сделало в 2018 году Министерство обороны Российской Федерации, когда они сцены, значит, из компьютерной игры выдали за эпизоды уничтожения какой-то военной техники в Сирии. На шестом месте уже непосредственно армяне. Тут, кстати, надо сказать, что во всем этом хит-параде почти все фейки российского производства имеются только вот один этот с майком и ником белорусского, и вот этот вот армянского. Значит, там какая-то странная история. Армяне доказывали присутствие иллюминатов, иллюминатов, заметьте, в Нагорно-Карабахском конфликте, причем доказывали их присутствие таким образом, что обнаружили какие-то тайные знаки иллюминатов в видеоклипе американской певицы Леди Гага. То есть это надо, конечно, обладать огромной фантазией, чтобы, то есть не хуже режиссера Параджанова, я уже не буду говорить о всяких бездарных армянских режиссеров, Вот, но чтобы соотнести видеоклип Леди Гаги, иллюминатов и Нагорно-Карабахскую войну, это, конечно, нечто. Это было на шестом месте. Ну и на седьмом месте, конечно, самая смачная история, опять связанная с пропагандоном Соловьевым. У него выступал в программе некий депутат по имени Алексей Журавлев, Алексей Журавлев, который сказал, что, ну, естественно, я так думаю, что там шла речь вообще о том, до какой степени прогнила вся эта гнусная Европа, как они там все аморальные и вообще опустились уже ниже всякого плинтуса. Было сказано, что в Дании существуют бордели для зоофилов, где, как сказал Журавлев и его, значит, поддержал Соловьев и все прочие птички, вот, где, например, можно изнасиловать черепаху. Вот такие дела творятся в датском королевстве. Ну, я думаю, что нет смысла тут возмущенно говорить, что это фейк, что нет в городе Копенгагене публичных домов для зоофилов. Вот. Ну, смотрите, ребята, если хотите, езжайте туда, когда вирус позволит, сами проверьте. Вот, собственно, такой примерно хит-парадец. Удивляться тут, как вы понимаете, абсолютно нечему. Потому что, ну, если глава государства, президент Путин, врет буквально на каждом шагу и сам распускает какие-то фейки направо и налево, то, в общем, совершенно логично, что следом за ним фарватером следуют и всевозможные телерадиоканалы, пресса российская, а также околороссийская и так далее. Вопрос, действует ли на кого-нибудь вся эта пропаганда. Думаю, что да, но в то же время я уверен, что и эффективность, и охват этого самого воздействия крайне невелики. То есть, если говорить о заграничной публике, куда направлены там всякие вот эти Russia Today и прочее, но там их смотрят только маргиналы, причем люди, как правило, имеющие крайне небольшое отношение, если вообще хоть какое-то отношение к тому, что называется принятием решений. То есть, для западного политического класса, экономического класса и так далее, вся эта жуткая конспирологическая, бредовая, фейковая пропаганда, она, конечно, совершенно недоступна. Вот это где-то для них в параллельном мире. Но что касается до России, опять же, кто это смотрит, кто этому верит? Ну, я лично таких людей не знаю, ну, и это понятно. Думаю, что, скорее всего, и вы таких людей знаете не слишком много, потому что, ну, я-то хоть пенсионер, вот, у меня есть ровесники, но мои ровесники умные все. А это все смотрят, я думаю, на такие совсем темные, совсем темные ребята, которые очень далеки от реальной жизни и совсем далеки от того, чтобы хоть что-то в этой жизни менять. Так что пусть там Соловьев, Симоньян, там все эти ребята, пусть они мелят. Они за это деньги получают и очень большие. Конечно, было бы лучше, если бы эти деньги шли бы непосредственно тем пенсионерам, которым они вешают лапшу на уши. Ну, ладно, хоть так, не будем считать деньги в их карманах, вот. Но главное, что вреда от этого, как мне кажется, очень и очень мало, и слава богу. Это был дядя Тема из Кижины. Пока! Мы заботимся о вас, мы думаем о вас, мы думаем о том, чтобы если вдруг злые силы, а злые силы, в общем-то, не дремлют, так вот, если эти злые силы вдруг отключат интернет, у вас останется телеграм-канал АРУ-ТВ. Раньше не было у нас такого чуда, как телеграм-канал. Но мы решили воспользоваться опытом знаменитых телеграм-каналов из Беларуси, например, НЕХТА и так далее, которые, можно сказать, всю страну подняли на дыбы. И решили мы завести свой собственный телеграм-канал. Там будут все наши сюжеты, там будут актуальные оповещения о том, что происходит, какие новинки и прочее, и прочее. Более того, там будет даже какой-то так называемый уникальный контент, которого вы на обычном АРУ-ТВ не увидите. Для того, чтобы оттовариться всей этой прорвой всего хорошего и интересного, вам нужно просто-напросто взять и подписаться на телеграм-канал. Как это делается, вы узнаете из описания, прямо под этим самым роликом. Буду очень рад. Дед Артем, АРУ-ТВ, про хижину тоже не забывайте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.